Итак, с 1890 года территория современного штата Оклахома делилась на территорию Оклахома на западе и индийскую территорию на востоке, которая была уже меньшего размера, чем до гражданской войны. В 1902 году состоялась конвенция представителей пяти цивилизованных племен в Зуфоле, после которой началось движение за создание самостоятельного штата на месте индийской территории. Штат предполагалось называть в честь Сыквойи вождя племени Чироки и изобретателей азбуки Чироки. 21 августа 1905 года в Маскопе состоялась кондиционная конвенция. Плезант Портер, вождь народа криков, был избранным председателем конвенции. Представители каждого из пяти цивилизованных племен стали вице-председателями. На конвенции была выбрана Конституция штата, составлен план организации государственного устройства. Произведено деление будущего штата на округа. Выбраны делегаты для направления петиции в Конгресс. Все бы ничего. Только делегация получила очень холодный прием в Вашингтоне. И под влиянием политиков из восточных штатов, боявшихся изменения баланса сил на политической арене, в случае образования сразу двух новых штатов на Западе, президент Теодор Рузвельт постановил, что индийская территория и территория Оклахомы будут приняты в Союз только как единая сущность. И вот в результате этого в 1907 году был образован штат Оклахома, в который вошли обе территории. Опыт Конституционной конвенции в Москве был использован во время подготовки Конституции Оклахома. Вот так вот он и организовался 14 июля 1907 года. Ну и поскольку это вот квотер, американский квотер, посвященный штатам Оклахомы, и вот там всевозможные цветы и птицы, и природа как бы представлены, то, чем богат этот штат. Ну и хотелось бы рассказать, что ли, индийскую сказку, как волшебник Гулускеп подарил людям птиц. Значит, устраивайся поудобнее, дружок, сказка начинается. Вот лучше, мне кажется, послушать сказку, чем как родители твои скрипят там где-то с кроватями у себя. Итак, когда мир был еще совсем юным, жил на свете великан. Звали его Волчий Ветер. Куда ни помчался бы он, всюду сеял беду. Летом он улетал к себе в сторону вечной ночи, но стоя он тучем осенью закрыть солнце, как Волчий Ветер рвался на волю. Даже могучие деревья жалобно скрипели, а молодые деревья дрожали от корней до макушки. И зелитка Волчий Ветер налетал и среди лета. Согнет до земли стебли Маисы, и все, больше им не подняться. Морские волны бежали от Волчьего Ветра на берег, словно хотели укрыться в чаще леса. А он завывал точную стаю голодных волков, и все в окорку цепенело от ужаса. В те времена на берегу моря жило одно племя. Как-то утром все взрослые ушли в море порыбачить, а дети в селе не остались. И едва солнце склонилось к западу, как с севера нагрянул злой великан. Он летел низко над волнами и громко завывал. Я Волчий Ветер! Я Волчий Ветер! Кто выйдет навстречу, погибнет! Погибнет! Бу-у-у, Волчий Ветер! Ну вот, с волн Кулачей пены срывает. Долго боролись индейцы с разъяренным морем, одолеть его не смогли. Нашли в волнах свою погибель. Потопил Волчий Ветер лодки, бросился к берегу, а там дети стоят осиротевшие. Вдали вглядываются, среди волны отцовскую лодку высматривают. Задумал с вере повелок и великан, и малышей извести всех до единого. Да дети укрылись в глубокой пещере, а вход в нее завалили камнями. Сколько ни был Волчий Ветер, не смог своротить тяжелую груду, так и улетел. Я вернусь, вернусь, пригрозил он. Долго слышно было, как трещат и стонут деревья, а малыши прижались друг к другу и сидят в темноте. Когда же все стихло, они выбрались из пещеры и побрели на юг, в ту далекую теплую страну, о которой им некогда рассказывали старики. Много дней шли они и вдруг очутились на поляне, где трава была по пояс, цветы с ладонь, а ручьи светлее утреннего неба. Догадались они, что попали, наконец, в Бивовую страну. Густые леса защищали их теперь от Волчьего ветра. Маленьким беглецам казалось, что им уже ничто не грозит. Я проберусь в Бивовую страну, пригрозил Волчий Ветер. Но зеленые чаще не пустили его, словно могучие воины отражали деревья все его удары. Но вы еще, пожалуй, идя в этом, прохрепел Волчий Ветер деревьям и умчался прочь. Осенью он вернулся в Бивовую страну со своим братом северным ветром. Второй великан мог обращать воду в камень, морозный пар вылетал у него изо рта, и земля стыла от его дыхания. Везде, где он пролетал, оставалась мертвая ледяная пустыня. Вдвоем набросились злые ветры на непокорные леса, но лесные великаны только насмехались над ними. Мы кедры, сосны, пихты и ели, мы сами родом из страны вечной ночи, и мы вас не боимся. Ну вот березы и осины и клюны устоять не смогли. Ветры сорвали с них зеленый наряд и развеяли по земле. Теперь я давай доберусь, доберусь, гудел Волчий Ветер. Но старые ели укрыли своими ветвями маленьких беглецов и холодные ветры пролетели мимо. Когда же зима вступила на север, в Ивовую страну явился мудрый Гулскеп. Каждый год приезжал он туда на нарах, которые тянули собаки. Рассказали дети Гулскепу, как ветры убили всю листву. Мы ничего не просим для тебя, мол Галень, только верни деревьями их одежду. Гулскеп курил трубку и молча глядел вдаль. Он думал о том, что успел сделать на земле и что еще ему предстояло совершить. Долго сидел так добрый Гулскеп и дым его трубки плыл в небо, сливаясь с облаками. И сказал он наконец, а я не могу вернуть деревьям те листья, что сорвал с них волчий ветер. Но все эти листья, по моему велению, обернутся птицами. Отныне каждую осень птицы будут улетать в страну цветов и лета, а весной вы увидите их вновь. Птицы, эти никогда не забудут, откуда они родом, словно листья станут кружиться в воздухе. Голоса ветров и журча невод отзовутся в их песнях. Эти песни обрадуют людей, а дети пусть берегут птиц, помнят о том, как не дал в обиду их зеленый лес. И все те деревья, с которых волчий ветер сорвал зеленый наряд, отныне будут каждую весну одеваться и зеленью вновь. Поднял глузкеп свой волшебный жезл, замахнул им четыре раза, и желтые, оранжевые, красные листья, что лежали на земле, встрепенулись и взлетели ввысь птичьей стаей. Вот такая индийская сказка. Ну что ж, спокойной ночи, дружок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok